так всем привет я тут решил записать небольшой гайд ну как сказать гайд не гайд даже а такую вещь которая поможет новичкам взывали то есть скорее даже не гайд а просто вещи которые делать не нужно вещь которые являются ошибками которые приводят вашу команду к проигрышу в первую очередь нужно понимать что the war это командная игра 4 на 4 то есть если вы проигрывать line хоть не намеренно вы портите игру другим людям которые тоже зашли поиграть первая самая большая ошибка которую я видел у людей которые абсолютно не понимали что делать они играли допустим вот так они построят просто миллион не улучшенных юнитов и идут это абсолютно не работает в этой карте допустим не обязательно таких они там одного такого одного такого построят вот такой надеются что что они выиграют line это абсолютно неправильно юниты здесь как бы сильный тем что при апгрейде юнита он становится намного сильнее чем был до этого то есть если построить допустим так юнита и улучшить его два раза то он станет во много раз сильнее чем вот вся эта толпа в целом как бы еще многие новички даже которые там что-то уже знают об игре знают какие юниты посильнее послабее они не думают они берут и ставят одного юнита масят просто не зато вот это юнит сильный значит что он затачки по отгульки многие считают гулек очень сильным юнита но я их не считаю сильными это просто и для старта неплохой и они так берут от 4 гульки поставили апнули и думают что они просто всех побеждать будут допустим во первых вот этот допустим тип тип юнита он контрится элементарно одной вещью я потом может быть если будут какие-то гайды еще писать я вам расскажу про артефакты и всякое такое но противнику достаточно поставить какой-нибудь тип защиты танка допустим с мал типом защиты и или высоким количеством армора и они будут бесполезны и сзади он поставит юнита с магической атакой и они опять-таки будут отлетать от него то есть массить одного юнита и просто игнорировать вообще то что делает враг это неправильное решение также у каждого юнита есть тип атаки и защиты сейчас я вот смотрите нормал тип атаки тут написано все процентные то есть по какому типу он бьет хорошо защиты по какому плохо и также тип защиты вы просто не бездомно клепаете юнита вы смотрите против чего вы сражаетесь вы смотрите что делает ваш враг вы контр пикаете его вы строите допустим вот против гулик стройте магическую атаку и будете их побеждать в итоге есть конечно такие как некроманты которые в начале еще более-менее масс если их построить что-то буду делать но это тоже легко контриться это больше фан стратегии то есть все равно не нужно массить юнитов одинаковых не нужно мазить не апнутых юнитов думаю тут все понятно еще как бы многие не понимают но герой это очень очень важная тема и если вы его достаточно рано поставить и у вас появится большое преимущество на линии то есть допустим есть какие-то герои как демон хантера они сами по себе не очень сильные ситуативно можешь сказать на первом аппе он хорош против как раз таки масс большого количества юнитов него горелка но сам по себе он слабоват и есть допустим более полезный который сразу дают армор там вот тинкер он дает всем юнитам твоим 3 армора это очень полезно и еще при этом имеет активную обилку которая там наносит ракетами урон важно также понимать что стартовать нужно допустим вот тут хороших юнитов для старта почти нет тут гулька есть и она такая себе на только первые раунды тащит то есть горный велькан он как только танк то есть домашки он не будет он один на один проиграет любому типа можно конечно сделать вот такую страту как поставить его затерпеть там и поставить какую-нибудь там виверну чтобы должно это слабой стратегии если видите вот такой пик у вас ни одного тащерного юнита просто нужно свапать искать что-нибудь он допустим очень сильный пик для начала голем жирный голем многие люди вот в начале у вас дается 600 голды вроде ли 700 до 700 и у вас не хватает 500 до 100 голды до 500 аппа и люди сразу лапают в 300 то есть они не знаю даже еще что там есть лучше первый раунд проиграть но зато поставить сильного юнита который в дальнейшем вам поможет выиграть есть и люди я видел много людей которые не то что много не апнутой дичи они строят допустим начинают старт вот с рэнжового юнита рэнж поставили апнули и такие но нужно понимать что любой рэнжовый юнит это рэнжовый юнит у него раза в два меньше хп чем милишного юнита может атаки у него и больше но он будет проигрывать один на один любому также некоторые новички вообще нет они не знаю что есть система артефактов что артефакты полезны но очень мало количество артефакт которые помогут вам в начальной игре то есть это скорее уже как подспорье в мид гейме там когда у вас хотя бы там 4000 валуе уже накопилось вы берете артефакт который вам подходит по стратегии который вы хотите взять очень мало артефактов которые помогут вам вначале выиграть и задоминировать лайн и в любом случае их брать очень рискованно это уже потом буду подробно про артефакты рассказывать если вам будет интересно еще много ошибок на очков то что они очень много заказывают виспов висп стоит 70 голды это как не апнутый просто юнит тут каждая копейка на счету вы боретесь за лайн кто выигрывает лайн кто проходит он получает деньги ты проходишь ты получил вот допустим плюс 15 голды за юнита а враг в свою очередь не убил твоя юнита он не получил 15 год то есть ты уже получил преимущество 30 голды и так наращивается нельзя допускать чтобы враг очень сильно проходил через портал никак и некоторые люди просто видят что они проигрывают они сразу берут заказывают там 8 виспов и такие мы полезны вы ничего не сможете сделать в итоге вы проиграете лайн только сильнее просто у вас будут проходить каждую волну каждой две волны по большому количеству людей в то время как союзники допустим ведут ожесточенную борьбу за свой лайн и не могут пройти в мид а ваш король умирает есть такая вещь полезная как камень да он доступен только с 5000 value то есть нужно если вы проигрываете лайн если вы максимально пытаетесь отбиваться хорошо я даже если вам не зашло даже если противника сильный юнит вы пытаетесь максимально сопротивляться ему максимально побыстрее набрать 5000 валуи вы набираете это валуи ставите камень и когда вы ставите камень противник проходя сквозь ваш портал дает вам золото также как и себе это хоть как-то дает возможность камбэкнуть в этой игре ну и также камень имеет некоторые активные пассивные способности это тоже очень важно мало кто знает про это там на каждой обилки своя способность например вторая там у него пассивная дает армор твоим юнитом в радиусе то есть ты на базе имеешь деф потенциал большой ты можешь скопиться передавить и врагов есть там камень получает атаку наносит хаос атакой там врагу есть замедление еще какая-то белка бесполезно которую никто не берет ну в общем я думаю основы вы поняли нужно начинать сильного юнита сильного ближнего юнита который может один на один кого-то убивать и потом уже под него подстраиваться под противника смотреть что он делает какие-то ауры потом уже достраивать чтобы усиливать свою армию армия аура это очень сильно не строить бесполезных героев как дровка это худший герой в игре никогда его не строите многие люди даже не хороших юнитов строят дровку и потом из-за нее очень сильно проиграть потому что она ничего не делает в целом я даже не знаю что сказать еще я может что-то и мог бы сказать но пока не вижу таких прям вещей которые должны знать чисто новички есть система флагов система засылов мид есть система инкома тоже на свой лайн но это уже для более прошаренных игроков это именно гайд был для тех кто вообще чуть ли не первый раз зашел в игру и делают неправильные вещи ладно всем спасибо за внимание я на этом заканчиваю до свидания